Сергей Полев. Оружейный барон. Глава первая. Бей первым. Разговор со странными богами заканчивается, и я в предвкушении новой жизни готовлюсь насладиться обещанными благами. Вот только все далеко не так просто. Никаких тебе ярких вспышек и головных болей, все вокруг просто появляется из ниоткуда. Я лежу на скромной кровати, уставившись в белый натяжной потолок. Поднимаюсь и осматриваюсь. Просторная комната с двумя дверьми, широким шкафом и ноутбуком, что лежит на стеклянном столике. «Ну хотя бы не в туалете появился», — насмешливо шепчу я. «Уже неплохо». Обращаю внимание на странный флакон красного цвета, который прячется за ноутбуком. Хочу взять его и осмотреть получше, но чувствую, что нужно срочно обнять унитаз. Инстинктивно бросаюсь к двери со стеклянной вставкой и попадаю в санузел, на ходу выплескиваю все содержимое желудка в белого друга, падаю на корточки и стою так примерно полминуты. Когда становится понятно, что уже ничего не полезет, поднимаюсь и плачу рот. Перед тем, как смыть за собой, замечаю, что из меня вышло больше двух дюжин таблеток. «Суицид?» — предполагаю вслух. «Еще и таким бабским способом?» — взгляд падает на зеркало. Теперь я знаю, какое тело мне досталось. Честно сказать, можно было и получше. Высокий, худощавый, с острыми скулами и длинным носом. Хотя бы волосы темные, как у прошлого меня. Опять придется качаться. Столько лет коту под хвост. Странные ощущения, но нужно привыкать. Хорошо, что периодически почитываю книжки про попаданцев и знаю основные принципы. Остается надеяться, что они имеют хоть и немного общего с реальностью. Возвращаюсь в комнату и нахожу большую банку с теми же самыми таблетками, лежащими между подушками. Предыдущий владелец тела действительно покончил с собой. Слабак. Сажусь на табурет рядом со стеклянной столешницей и внимательно осматриваю красное зелье. Ничего такого. Обычный кисель. «Этим, видимо, я должен буду лечиться?» — спрашиваю сам себя. «Ладно, пусть пока стоит». Ставлю на место и замечаю черный браслет с тремя лампочками, расположенными сбоку. Непонятная хреновина, даже брать и не буду. «А это у нас что? Местный аналог Ютуба?» — нажимаю на повторное воспроизведение открытого ролика. На сцене появляется миловидная девочка лет восемнадцати. Она подходит к постаменту и просовывает руку в широкое отверстие, расположенное сверху. «Алферова Марина!» — объявляет закадровый голос ведущего. «Сейчас мы узнаем, какая сила дарована тебе!» Девушка вздрагивает, а на экране позади нее появляется анимация луча света, который рассекает тьму. «О боги!» — едва не кричит ведущий. «Перед нами новый маг света!» Марина становится третьей, кому дарована сила бороться с тьмой из двухсот пятидесяти шести неофитов. Поздравим же счастливицу!» На заднем фоне звучат аплодисменты и овации. Девушка вытаскивает руку и кланяется, а затем со слезами на глазах уходит за кулисы. «Это еще не все!» — продолжает ведущий. «Следующим выходит брат-близнец Марины Алферов Николай!» На сцену выползает парень, худой как спичка, весь дрожит и боится поднять глаза. «Погодите-ка!» — вырывается у меня. «Так это же я, мать вашу!» «Я?» — то есть он засовывает руку в отверстие. Доходяга вздрагивает, а экран загорается черным. В зале тут же раздаются неодобрительные возгласы. «Как же так?» — жалостливо выдавливает ведущий. «К несчастью, Николай вынужден пополнить ряды нулей!» Мой предшественник скрывается с места и, пряча глаза, убегает со сцены. Неужели все так плохо, что он решил покончить с собой? Видео заканчивается, а я слышу за второй дверью какой-то стук. Подхожу и слегка приоткрываю ее. Вижу коридор с длинным ковром по центру и множество одинаковых дверей. Похоже, я нахожусь в какой-то гостинице. «На!» — орет какой-то пацан. «Получи!» Открываю дверь посильнее и замечаю одного подростка, который колошматит другого, причем тот, что побеждает раза в два больше проигравшего. Бугай от души фигачит беднягу по морде, да так, что кровь летит во все стороны. Я бы мог вмешаться, но нафига оно мне нужно? Без накачанного тела или хотя бы ствола лишний раз влипать в чужой спор — идиотская идея. Умирать раньше времени не хочется, хватит на сегодня смертей. Бугай успокоился только тогда, когда на его браслете загорелись лампочки. Я читаю надпись, которую они создают прямо на коже. Победа в дуэли, 50 очков развития. «Дуэль? Да это же и однокалиточная драка!» «Какая тут дуэль? У проигравшего не было ни единого шанса!» Бугай вытирает об него кулаки и идет к моей двери. «Похоже, я следующий!» Закрываюсь, ухожу вглубь комнаты и пытаюсь найти что-нибудь острое. Ничего такого, чем можно было бы отбиться от дуэлянта, поблизости не нахожу. И где обещанные дыры? Где прислуга и личная гвардия? Попахивает наидаловым. Придется сделать все самому. Кладу на пол ноутбук, зелье и браслет, а затем кидаю в столешницу стул. Стеклянная поверхность треском разлетается на множество осколков. «Открывай!» Бугай ломится в дверь. Отрываю кусок простыни, обматываю копьевидный осколок стекла и беру в руку. Теперь драка будет честной. Хорошо, что дверь открывается наружу. Поворачиваю ключ и бью со всей дури ногой. Слышу глухой удар, но только один. Бью во второй раз, но пацан оказывается сообразительным и отходит на пару шагов. К несчастью, первого удара оказывается недостаточно, чтобы повалить его с ног. «Здоровый, зараза!» «Ты чего творишь?» — возмущается короткостриженный любитель дуэли, похожий на молодого Валуева. Без лишних слов бью его в брюшины, но тот успевает отскочить в последний момент. Вижу в его глазах искреннее непонимание. А на что он надеется, что я сдамся без боя? Не на того напал. Продолжаю наступать и совершаю второй замах. «Николай, сейчас же прекрати!» — женский голос звучит откуда-то сбоку. Поворачиваю голову и вижу невысокую даму средних лет в зауженной юбке и строгой блузке. Ее ошарашенное симпатичное личико обрамляют длинные черные волосы. «Живым не дамся!» — выкрикиваю я и в третий раз нападаю на бугая. Он разворачивается и бежит к девушке. «Зассался, сынок!» «Николай!» — недовольно бурчит она. «Прекрати это немедленно! Вы еще не начали дуэль!» «Эм!» — замираю на месте и думаю, как поступить. В центре коридора открываются двери лифта. Из него выходят люди в белых халатах с носилками. Они уносят покалеченного паренька. Один медик заглядывает в соседнюю с моей дверь и спрашивает, не нужен ли медицинский осмотр. Слышу женский голос, который просит о помощи. Медик заходит в комнату, а затем на руках выносит оттуда рыжеволосую девушку с разбитым лицом. Этот черт еще и девушек бьет. А сейчас стоит и прячется за грозной бабой в юбке. Ну и абсос. «Какого хрена тут происходит?» — вопрошаю я. «Почему этот черт избивает других, а мне, видите ли, его трогать нельзя?» «Даниил хочет провести дуэль», — начинает женщина. «Он, в отличие от себя, сделал все по правилам. Позвал куратора и добился согласия на дуэль». «Добился? Да кто в здравом уме станет с ним драться?» «Один раз в день неофит имеет право бросить вызов другому неофиту. Ты не можешь отказаться». «Но пусть подходит, сейчас я ему брюхта вскрою». «Николай, в дуэли ты не можешь использовать посторонние предметы. За каждое нарушение ты будешь оштрафован. И что ты предлагаешь? Драться голыми руками?» Женщина подходит ко мне, а Бугай стоит там, где стоял. Она смотрит на мою правую руку, затем на левую, аккуратно забирает осколок и говорит. «Ты должен пробудить в себе силу и надеть браслет». «Пробудить силу?» «Выбить зелье неофита». «Красный флакон». «Он самый. Даю тебе одну минуту. Затем вы с Даниилом должны начать дуэль». Недовольно фыркаю, возвращаясь в свою комнату. «Ох уж, кузнец, ну и свинью ты мне подложил. С корабля на бал». Выпиваю зелье и чувствую сильное сжение по всему телу, а запястье правой руки буквально горит. «Терплю боль и вижу, как на месте пожара появляется черная татуировка в форме причудливой линии. Она похожа не то на колючую проволоку, не то на пучок кабелей». Надеваю браслет на другую руку и выхожу в коридор. Бугай вместе с женщиной стоят в паре метрах от меня. «И что теперь?» Бросаю усталый взгляд на куратора. «Сейчас Даниил бросит тебе вызов. Ты должен принять его». Лампочки на моем браслете светятся и создают надпись. «Вызов от Даниила Громова». Красный крест и зеленая галка. Все понятно. Тыкаю принять и мысленно готовлюсь к драке. Бугай проводит пальцем по своей татуировке, закрывает глаза и через мгновение его мышцы становятся больше процентов на 20. Это и есть его магия. Как-то нечестно получается. Повторяю за ним и провожу пальцем по татухе. На ладони появляется изображение пистолета. Бугай срывается с места и несется на меня. Еще пара секунд и он начнет превращать мое молодое личико в фарш. И как, позвольте спросить, работает эта долбанная магия? Закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Интуиция подсказывает, что нужно попытаться представить желаемое. Раз уж меня послал кузнец, а на ладони рисунок пистолета, то почему бы не... Получилось! Я чувствую знакомый холод любимой береты в руке. Открываю глаза и вижу, что Бугай совсем рядом. Успеваю вскинуть пистолет и нажимаю на спуск. Пуля проходит точно промеж глаз и застревает в черепе. Отхожу в сторону. Мертвый любитель дуэли пролетает еще пару метров и падает на ковер. Кровавая лужа медленно вытекает из его башки. Клиент готов. — А-а-а! — кричит женщина-куратор. Она закрывает рот руками и начинает дрожать. Я любую своим новеньким стволом и пытаюсь понять, настоящий ли он. Из других комнат высыпают подростки, начинается натуральная паника. Кто-то кричит, кто-то бросается на утек, кто-то впадает в ступор. И чему они удивляются? Вполне себе честная дуэль. Магия против магии. — Блин! — тяжело вздыхаю, ведь берета исчезает так же неожиданно, как и появилась. Куратор падает на колени и продолжает кричать. На ее глазах я вижу слезы и ужас. Аж самому становится не по себе от этого зрелища. Убивать людей мне не впервой, а со своей смертью я уже смирился. Поэтому особо не переживаю, что будет дальше. Эдакий здоровый пофигизм. Прорвемся. Да и к тому же я правил не нарушал. В любом случае не в моих принципах проигрывать, особенно в стычке, в которых могут убить. Одна перестрелка уже закончилась ничьей, и что в итоге я повстречал бабу с хреном. Из лифта показывается четверка людей в черной форме, у каждого в руках по странному автомату. Вероятно, они стреляют блоками тейзера или мешочными зарядами, ведь на нормальный огнестрел совсем не похоже. Сомнений нет. Эти товарищи идут за мной. Видимо, я не до конца понял правила дуэлей. Кузнец, мать твою, ты обещал мне совершенно другое. Десять минут назад. Голыми ступнями чувствую холодный пол. Слышу разговор двух мужчин. Вокруг темнота или это глаза не открываются. Я в морге? Спрашиваю себя. Помню, что мы с моим братом Марком продавали стволы гопникам на малиновой девятке. Но что-то пошло не так. Помню удар, помню взрыв, помню мертвого Марка. Да как так-то? В горле скапливается ком. Не верю, что все вот так закончилось. Мужчины продолжают разговаривать, а я чувствую легкое покалывание. Наконец открываю глаза и вижу старый ламповый телевизор, потрепанный диван, на котором сидят бородатый мужик и лысая негритянка. Мы находимся в просторной и пустой комнате без дверей. Повсюду витает белая дымка. Да и смотри, до чего они додумались, мужским голосом говорит негритянка. Она щелкает пальцами, и на экране телевизора появляется сетка из десятка роликов. Почти на всех кадрах дурачатся подростки, обливая друг друга водой и писая в штаны. И что это? Спрашивает бородач, похожий на каноничного викинга. Они назвали это ТикТок, отвечает негритянка. Даже не спрашивай, зачем он им нужен. Я и сама не понимаю. Но дела, охает викинг и мотает головой. Прошу прощения, я демонстративно кашляю. Где я? О, ты уже здесь? Негритянка подскакивает с дивана. Я отчетливо вижу, как у нее между ног болтается огромный черный болт. Викинг встает вслед за ней, у него хозяйство поменьше. Смотрю вниз. Я тоже голый. Я в аду не иначе, вырывается у меня. Николай, рада встрече, негритянка улыбается. Вы кто и что здесь происходит? У них всегда такая реакция, баба с прибором ухмыляется. Николай, я твой бог. Ага, трижды киваю. А я Барак Обама. Будем знакомы. Гамора, что это с ним? Спрашивает викинг. Понимаешь, кузнец, они пока не знают, что в битве победила именно я. Его страна еще сопротивляется. Отсталый немного. Начинаю примерно понимать, про что идет речь. Таким богом может быть только сатана. Отсталый? Да это же... Двумя руками показываю на черный хрен. Это же пипец. И что еще за битва? В каждом мире есть бог-созидатель и бог-разрушитель, начинает объяснять Гамора. Ваш созидатель решил не церемониться и спустился вниз сразу по прибытии. А я, дама терпеливая, и, как видишь, и держала верх. Ну нахрен. Я пять час назад и упираюсь в невидимую стену. Я отказываюсь в это верить. Выглядит все чересчур сюрреалистичным. Какой-то наркотрип. Не иначе. Может быть, это всего лишь кошмар? Это не кошмар, заявляет Негритенко. Смирись и прими истину. Делаю глубокий вдох и пытаюсь унять ураган мыслей и противоречий. Если все это реально, то где мой брат? Ваша жизнь — это мимолетный импульс на фоне бесконечного количества миров. Он возникает и гаснет. К чему вся эта философия? Грубо перебиваю я. Его больше нет, я ведь правильно понял? Негритенко кивает. Ты как со своим богом разговариваешь? Зарычал кузнец. Я атеист, и раз уж я сдох, то клал с высокой колокольни на ваши философские размышления. Гамора, ты кого мне подсунула? Возмущается бородач. Ты же видел его досье? Негритенко вопросительно смотрит на кузнеца. Практически идеальный кандидат. — Кандидат? — даже не пытаясь скрыть злобу. — Что вы задумали? Николай, успокойся. Гамора подходит вплотную и кладет руку на мое плечо. — Тебе, в отличие от остальных, дарован второй шанс. Разве не этого ты просил? — Продолжение следует... — Продолжение следует...